Добрый день, добрый день, добрый день! Двашники, конечно, после первой игры сейчас немножко в офигении находятся и задумался. Вот Митя даже, видите, думает, надо ногти подстричь. Не думает об игре, думает о ногтях. Горен! И его не пикают, не волнуйтесь. Кого пикнут, интересно. Чигат был забанен, команда Виталити и Джидвашники предпринимают решение забрать себе Маукая. Нет, Браума. Браум-Сиджуани комбинация. Они думают, что если они возьмут Маукая, то могут получить в ответ Браум-Сиджуани и решают избежать и того, и другого и просто забирают себе Браума сразу для Митти. Но Виталити тут же забирает Маукая. И кто же так будет с вторым танком? А пока о втором танке они не думают, просто забирают себе Калисту. Ну, вот он Браум-Сиджуани. В этом смысле Джидвашники очень хорошо все выстроили и выбили себе хороших, сильных чемпионов. И одновременно с этим еще взяли Варуса, который классно сочетается с этой комбоя. Если еще Ариану получат, то можно будет сушить весла команде Виталити, пока им отвечать нечем. Думают об Алистаре. Да, забирают Алистара. И пошла вторая стадия банов, где, скорее всего, будет забанена Ариана. Ну, должна быть забанена Ариана. Нельзя отдавать ее в руки Сиджуани и Браума. И желательно, наверное, забанить какую-нибудь еще Кассиопею. То есть вот таких двух чемпионов. Это предпочтительно для команды Виталити сейчас будет сделать бан и сохранить хороший контрпик для топ-лейна. Сами же нужна ли им Ариана? Ариана вряд ли им поможет. Им вот Синдер пригодилась бы. И Кассиопея, да, это первый бан. На месте G2 я бы сейчас забанил Синдеру. Я бы забанил, если честно. Они зачем-то банят Ариану. Ну, ладно. По мне, Ариана это не тот пик, за который тут надо бороться Виталиком. Ну, тогда баньте Синдеру, Виталити, если сами не хотите Нюгдака отправлять на Синдере. Но вполне можно и дать ему возможность проявить себя на Синдере. И не забывайте, что все еще открыто Лебланк. И Синдера, мы уже видели, как Нюгдак играет за Лебланк против Синдеры. Минус Ренник. Да, минус Ренниктон. Будет блайнд пик у команды Виталити топ-лейнера, либо мид-лейнера. И учитывая, что была забанена только лишь одна Кассиопея, делаю вывод, что это либо Синдера, либо Лебланк. Команда G2 сейчас... Гнара банят. Странные такие логики. Я понимаю, что Гнар хорошо подходит под Виталиков, но зачем-то бы тогда Виталики банили Ренниктона, если они собираются играть Гнара. Где логика, ребят? Из G2. Соберитесь, вы два ненужных бана сделали. К сожалению, Виталити вас не наказали за это и забрали себе зачем-то Каркача в Синдру. Синдру, которая хорошо подходит под их комбинацию. Показывают нам Каина, которого здесь никто не возьмет, ибо его некуда здесь брать. Это будет Синдра. Плюс лучше, наверное, вариант какой-нибудь Клед. Клед, но также можно сыграть и чисто сплитпушащего чемпиона. Можно Джарвана также играть, вариантов Моря. Клед, Джарван, Поппи, Камила. Все это годится, ребят. Все это годится и работает у команды G2. По сути, туплейнера здесь легче всего взять им. Ну, а Виталити никак не отомстили им за то, что те дурацкие баны делали непонятную Ариану с Гнаром. Может быть, есть какой-то план у Нюгдака на Каркаче. Посмотрим. Пока Корки выглядит совсем вне туда. Задумались над последним пиком команды Виталити против Джарвана. Выбирает Джакса. Джакса для Кабачарца. Ну что ж. Джакса мы, по-моему, в Европе вообще не видели еще ни разу. Джаксами нас кормили американцы. Джаксами нас кормили, конечно же, и... Азиаты, корейцы и китайцы на рифт-ривилсе видели Джакса мы, но не видели Джакса в Европе. Мне кажется, ну, может быть, какая-то игра была, одна-две, не особо запоминающиеся. Виталити же слабаки, почему они выиграют у G2? За счет чистого, хорошего бан-пик-фазы, проведенной в первой игре, они победили. Сейчас они провели плохой бан-пик-фазу, так что я считаю, что они не смогут выиграть на красной стороне в очередной раз. Хотя Джакс у них появился, и Джакс будет от Кабачарта на топ-лейне пытаться как-то громить Джарвана. Но мы видели этот матчап уже Джарван. Джакс, тем более, что сейчас патч 7.14. Джакс стал еще слабее, чем был против Джарвана, имеется в виду, конечно же. Ибо Джарван может спокойно собирать теперь себе Браулера, который дынает часть урона, входящего в тебя, и наносит ответный урон. Маленький Тордмейл. И вот Браулера он возьмет за 900 золота, и весь пауэрспайк Джакса пропадет на ровном месте. От хила не будет у Джакса никакого в ответку. Что не знаю. Мне не понравилось, что они не взяли Лебланку в Синдру. Ну, то есть, по сути, могли, допустим, сыграть Джарвана на топе, и оппоненты бы взяли, скорее всего, точно так же Синдру, только взяли бы какого-нибудь Кледо к этому Джарвану. И вы бы в ответ, я про Виталиков говорю, взяли бы тогда Лебланку. Лебланк была бы против Синдры. Ну, ладно. Тридоран, шилда у команды Виталити. Но есть, правильно сказали английские комментаторы, лейтгейм иншуренс. Страховка для лейтгейма у команды Виталити есть. Конечно же, это неубиваемый к чертям собачьим вообще никак неубиваемый Моукай. Это жуткий сплитпушер Джакс, но довольно мало урона будет в лейте от Корки и от Каллисты. Ну, им особо тоже переживать по этому поводу не надо, потому что у джадвашников тоже не особо прибавится урона в лейтгейме. Так что лейтгейм-то за командой Виталики, ребят, но 6 предметов. И то не очень сильно. 60 на 40 где-то в предыдущей игре был намного выше преимущества. Но мидгейма я вообще не вижу. Чем тут воевать-то? Корки получит Тринити Форс и будет надеяться, что сможет Алистар и Моукай как-то сделать шикарную инициацию. Ну, если смогут, то да. У нас здесь пул идёт. Или что это? Подождите, это синий баф. Как они вообще собираются это делать? Они собираются отдать ему синий, я так понимаю. Это какой-то чиз, ребят? А до скольких хп надо довести? Числоты они должны знать. Смотрим внимательно. Хватит разве? Хватило. Интересный чиз. Третий левел будет от Джока. Запулил Вандер вместе со Стилбэком. У нас синий баф Моукайу. Саплинг забирает этот синий баф. Моукай получает синий баф где-то далеко на карте. И с третьим левелом Джока может идти теперь инвейдить, либо даже делать ганг на миде. И, по-моему, это будет ганг на миде. Это домашняя заготовочка. В 2.25 выходит он на мид. Перкс занимает позицию защитную. Но недостаточно защитную. Внявов прыгивает. Пошёл прокат. Прожимает разжихил. Нюкдак поддамаживает Перкса. Перкс уворачивается от части спеллов. И на этом, в общем-то, теряет два самунир спелла. Джока уже с дабл бафом. И Перкс немножко был удивлён наверняка происходящим. Но, мне кажется, Нюкдаку для такой схемы надо было брать Игнайт, либо Экзост. Если вы собираетесь так сыграть, почему бы так не поступить? Маукай там, кстати, идёт. Сиджуани мешает забирать лес. Посмотрим, что там будет. В этот момент Кабачар продамаживает здесь Экспекта. И не помешал он забрать синий баф. Сражается с Триком. Понимает, что проигрывает это сражение. Выпрыгивает просто на шишки. Оставляет Трика без возможности помешать Джаксу стоять линию против Экспекта. Причём сам у нас Экспект не бидит почему-то Джока, ребят. И он там вроде по повардам бегает. Там Сиджуани живар через стенку поставила, да, и теряет флэш на ровном месте. Два флэша уже снял Джока, да, за счёт своих гангов. Но, если честно, один ганг должен был закончиться киллом. Так что я считаю, это неуспешно. Всё ж таки. Это килл на миде. Они должны были делать. Нюкдаг просто не взял себе Игнать, не взял Экзост, а зачем-то взял Хилл на эту линию. А второй ганг не должен был вообще работать, потому что, ну, Экспект должен был всё это дело видеть. Вард всё ещё там стоит. Время ещё есть. Джока выходит. И Экспект, ты серьёзно? Как ты умудряешься попасть в это? Как он умудряется? Ребят, у меня сейчас горение идёт сулукушное такое. Женщина-собака глупая. Вы поняли, надеюсь, что я хотел сказать. Ну, серьёзно. Сначала ты теряешь флэш, видя, что идёт на тебя Маукай. А потом ты видишь, что Маукай вернулся тебя гангать, и зачем-то берёшь и снова тратишь свой эскейп. Сейчас у него был эскейп через комбинацию, и он эту комбинацию даёт в крипов, и поэтому погибает. Но Дисперкс один на один сражается с Нюгдаком, побеждает его. Ну, там крипы неудачно встали, они его не защищали. Я имею в виду, Кракача не защищали. Не то, чтобы я болею за команду G2, ребят, нет, ни в коем случае не болею там за команду Виталити. Я болею за адекватную игру, и когда я вижу, что вот такие ошибки идут от топовых команд, от топового игрока, по сути, кто виноват-то, кого здесь винить? Кабачарт был в Гамбитах, он из наших. Ну, теоретически, да. Кабачарт у нас играет ещё и за Джакса, и Джакса я давненько не видел, чтобы он побеждал. Я, по-моему, недавно вам эту статистику предъявлял по Джаксу. Нам показывают статистику второй игры у команды G2. Вчера у них была статистика 7-0 по второй игре, по-моему, да, ребят? Теперь она стала 7-1, потому что эти такие победили их во второй игре. Теперь она вот 7-1 и сохраняется, а у Виталиков 3-5. Ну, они вообще редко выигрывают, поэтому то, что они вторую проигрывают не так часто, точнее, выигрывают не так часто, это оно есть. Интересный у нас здесь ход от Джока, он решил прийти на линию, просто тупо постоять вместе с Каркачом. Он хочет дать Каркачу этому вертолёту запушить под линию, ой, запушить линию под вышку, и тогда, мол, пусть Рико лица. Но, правда, Джока показал своё местоположение, за это Трик делает него all-in. Замедление не срабатывает от Джока, прыгает он, но попадает в стан, и Алистар даже уже начинал туда смещаться. И мы увидели с вами разменчик между Си-Джуаней и Моукайем, в котором выигрывает Моукай. Вот что интересно. Ну, а Кабачарт, зная, что ничто ему не угрожает, пошёл вниз, нашёл здесь плюшки. И возвращается теперь на свою линию, где немножко потеряет фарма. Ну, успел зато плюшки своровать, успел просветку истратить. Ну, и давайте смотреть, что на боте. Давненько мы сюда не заглядывали, тут была проблема из-за того, что очень много ХП Вандер потерял. Хотя Вандер сейчас классно сыграл, ловит Метю, он на ошибке поддамаживает Метю, но он под щитком. В этом, конечно, прикол Каллиста против Браума. Она накидывает стрелы, это всё равно. Она не наносит урона достаточного по вам, когда вы с щитком, но стрелы она накидывает. И потом она может их всё равно вырывать. И вы видели, сколько она вырвала ХП? Примерно две сотни у Митти оторвала. Вместе со щитом руки, можно сказать, оторвала ему. Но убить не получилось. Ну, Митти здесь повезло, здесь плюшка была, и он покушал немножко печенье к этим. Что касается Джакса, Джакс у нас Фейдж купил против Тиамата и Руби Кристалл он сейчас стоит. У Джакса нет сейчас преимущества по предметам над Экспектом. Золото он своё не тратил, у него ещё есть килл, не забывайте. Мукаев лучше Джангл, так и есть. Я что, это хвалю разве Маукаев где-то? Пока всё, что делается за счёт Маукаев, это делается не за счёт Маукаев. Как бы это смешно не звучало. Маукаев, по сути, проиграл ботлейн своим пацанам. Этот чиз стоил того, что Алистар потерял хилку и темп. Они пришли на линию. О, вот это интересно. Здесь попытается Кабачар, судя по всему, задавить Экспект. Прожимает он 0-2, прыгивает. Ху-ху-ху-ху-ху! Кабачар с Алиандро делает килл. Маукаев идёт спасать теперь Кабачарта за то, что его станет Пельсой. Трик будет его пытаться убивать. Кабачар прожимает щиточек. Урон по нему не проходит, и он прыгает на хрипа и убегает. 2-0, Джакс. Маукаев, 1-1. Сделал килл Кабачарта. У него даже не было преимущества по предметам. Мы это с вами видели. Всего лишь был Фэйдж против Тиамата и Руби Кристалла. Уже. То есть предмет за 1200 был против предметов суммарно на 1700. Перкс перепрыгивает. Но не знал он, что здесь рядом Маукаев. Маукаев, слыша его, пытается убить. Перкс от флэша боится. Нюгдаг делает врыв, но здесь уже Трик оказывается рядом. Сейчас простанет он Каркача. И урончик недостаточный у команды Виталити, чтобы убить Трика. Ну и не хватило урона, чтобы убить Синдру. Но главное, они сделали. Прогнали, по сути, их с линии. Правда, Синдра решила остаться. У него была хилка. Не, она за счет синего бафа хочет выжить. Да и Митя со Звеном сюда смещается. Правда, они по вардам это делают. Курки все это дело видят и отступает. Митя, даже если флэш сейчас нажмет, вряд ли сможет зацепить как-то Нюгдага. А вот так вот можно Нюгдага и зацепить. Особенно после замедления. Тот прожимает Валкирию и все, Митя отпускает его. Митя аж до топа добирается. Побаивается здесь Джакс, уходит под вышку. Даже из-под нее уже убирается, потому что через всю линию прошли джедвашники, чтобы ломать топ-лейн. Это, видимо, тренер, да, написал команды Виталиков. Насколько я понял, я не знаю, кто такой Полиманиус. Полиманиус написал сообщение в Твиттере, что это была моя идея. Забирать кроссмап, как-то перевести. Перекрестный синий баф для вашего джанглера Замоукая. Ну, идея классная, она мне очень понравилась, сработала. И у нас здесь Ариф Геральда забирает команду G2. G2-шники, видите, готовы, готовы всегда отвечать на любые агрессивные действия команды Виталити. Они знают, что сделать дальше. Они пришли, пропушили Джакса под вышку, сломали ему вышку, забрали себе ФБ, соответственно, эту туретку на топе. Но отдают они Инфернала. Правда, отдают ему Инфернала они не просто так, а за Ариф Геральда. Поэтому игра все еще продолжается. Лейбгейм, конечно же, с командой Виталити, но чуть-чуть слабее. Мы это говорили. Чуть-чуть слабее, чем в предыдущей игре. 60 на 40 всего лишь у Виталити преимущество в этот раз. Но, учитывая, как Джакс уже продвинулся, у него появился еще шин и первая составляющая скорости атаки Тринзи Форса. А здесь Экспект вынужден был собирать Фейдж. Ботинки он пока игнорирует. Против Джакса, конечно, мне кажется, лучше ботинки и нинжа тапки собрать. Ну ладно, ему может виднее я. Пошла инициация от силбека с флэша. Ловят они двойное подкидывание. Тройное подкидывание. И Пэкс погибает, даже учитывая, что он поражал все свои самые нерспелы. Этому ничего не дало. Шикарный врыв от силбека. В предыдущей игре, напоминаю, что силбек играл у нас на Ашей. Постоянно тоже делал организацию всяких улынов на меде. По бедному Пэксу, либо там по бедному Звену. А Том Кенч потом начал уже больше него даже работать, летая за спину от Вандора. И именно за счет этого Виталити хорошо мидгейм продержались. Потому что мидгейм у них тоже был не самый лучший в предыдущей игре. Им нужно было сначала добраться до Пауэр Спайков своих чемпионов, а только потом начинать играть. В этой игре похожая ситуация. Правда, Пауэр Спайков дольше ждать. Но, как видите, они не боятся сражаться, не боятся вылавливать одного игрока. И самое главное, у них это очень классно получается. Правда, потеряли один флэш, я сказал два. Да, видите, ошибся. Там флэш и хилл был от стилбека прожат. Поэтому два все равно самого нежспела. Но Аристар бежит, ему отменяют. Здесь бег. По копытам бьют. О, Кабачар наносит автоатаку по эксперту. Нет, пока решил просто пофармиться. Кстати, ему надо уходить, но он уже не успевает. На него вышли уже три игрока. Кабачар достанет. Он перед этим, правда, прописывается там по экспекту. Подкидывание. Кабачар разворачивается на трика, поддамаживает его. Получает ешку в лицо. Подходит сюда Синдра. Прыгает Кабачар и умирает. За это время попытается Корки, может быть, мид сломать. Но тоже тяжеловато. Моукая не была рядом. Кабачар снимает с него шатдаун. Маленький, но все же шатдаун на 150 золота. Все, досталось каждому игроку по 30. Не 300, а по 30. Дополнительных. Но зато тринка у него появилась. У Кабачарта. Но мне не нравился нюкдак сразу в этой игре на Корке. Ну, какая-то дурацкая идея. Пикать Коркача. Представьте, была бы Лебланка, да? Ребят, давайте сейчас вместе вспоминать все, что было, где участвовал Корки. И вспомним, была бы там Лебланка. Получилось бы это все? Да получилось бы. Я думаю, и ФБ бы смогли сделать команду Виталити. И первый тимфайт смогли бы лучше отыграть. И сейчас даже вполне реально, что Лебланка могла бы сделать телепорт и спасти своего союзника на бутлейне, Джакса. Что есть, то есть, ребят. Выбрали Корки изначально. Давайте смотреть на него. Причем это не тот Корки, как, знаете, иногда бывает, вы забираете какого-то чемпиона, просто чтобы оппоненты его не забрали. Здесь не нужно было оппонентам, джедвашникам, тоже никакие Корки. Они скорее как раз к Исиопею, Синдру, Ариану. Вот такое должны были брать. Поэтому я удивился, что джедвашники сами банят Ариану. Глупо это как-то, если честно. У нас тут Митя под щитком, продавливает эту вышку. Ривгеральда вызывали на миде, но он сломать вышку не смог. Нюгдак классно отпушивает. В этом смысле, конечно, Корки очень сильный чемпион. Может быть, для этого взяли. Мол, будем отпушивать, 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 а Джакс сам всех победит. Тогда ладно, тогда... Но, видите, Кабачар-то не идет почему-то дальше по линии. Он в панике теперь сидит. Его напугала его та смерть. И сейчас нинжа тапки появились у Экспекта. У Экспекта три составляющих разных трех предметов. Но при всем при этом, можно точно сказать, что он сейчас сильнее Джакса по предмету там. Потому что основные части предметов уже собраны. Основные. И еще тапки. А вот у Кабачар-то только Тринити Форс есть. И пока он не наберет себе мерки... А в данном случае, то, что он играет против Экспекта, ему мерки даже не нужны. Он здесь врыв делает вандер. Он там прописывает по Митю. Но Митя поставил просто свой щит. И как за каменной стеной вообще никакого урона не получил. Такое впечатление, что ему даже щиток не сняли. Щиток, который с Голдера приходит. Посмотрите, он на нем висит. А может так и было, кстати, что мы не сняли его. Пинквард защитил Митя вместе с Триком. Ну и команда Виталити, по-моему, чуть-чуть сейчас приспускает эту игру на тормоза. Они хотят просто чуть-чуть пофармиться. Теперь отправляют они Джакса на топ, так как сейчас будет у нас Инфернал. И Джаксу быть снизу нет необходимости. Можно через телепорт его позвать. На Миде вышка все еще стоит. Мид G2-шников тоже стоит. Ну, его-то Виталити даже не пытались бить. А вот G2 почти сломали Виталиком Мид. Но он все еще сохранил свою структурность. Пошла он здесь Валкирия от Курки. Ну, просто как ротация к своей команде. Курки думал там сделать залет, полет, но не получается. Джаксу у нас на топе. Обменивать Инфернала на Дракона я бы не стал. А у нас здесь проблема небольшая. Ловят Каркача и его ваншотают. Да, убили. При этом чуть было еще и не убили и Алистара. Ну, теперь придется обменивать Инфернала на вышку на топе. Это не то, чего хотела, конечно же, команда Виталити. Ну, а что ты можешь сделать в ответ? Хотя, в ответ, смотрите, у нас здесь Звена пытается убить. Флэша подкидывает его в Андер. После этого они переключаются на Трика. Трика избивал Инфернал Дрейк. И будет ли телепорт от Джакса? Нет, Джакс не нажимает телепорт сразу. Он нажимает его слишком поздно. Мне кажется, уже погибает Алистар. Уже Джока при смерти. Джакс отменяет этот телепорт. Ну, почему вы не договорились-то сразу нажать его? Ну, это глупо было. Они подарили еще 2 кила за то, что Джакс на топе там заберет синий баф. То есть, они сначала отдали 1 килл Инфернал Дрейка за вышку на топе. А потом решили еще отдать 2 кила и вышку на миде за синий баф. Ну, если я скажу глупо, вы согласитесь со мной, что это было глупо? Еще и вышка на боте умерла. Ой, все, все. Вы понимаете, какой-то еще удар одновременно по команде, по морали команде. То есть, как бы, Джакс такой, я сплитпушу, пацаны, постарайтесь не сражаться. Хорошо! Говорит вертолет и попадается в первый же спелл, который в него летит. И никто ему не помогает. И сейчас здесь делается врыв, когда Джакс говорит, я продолжаю вышку бить или как? Они говорят, да, продолжай бить вышку. И сами с флэша влетают в оппонентов. Ну, или что они говорили, я просто не знаю. Может быть, они говорили, лети, Джакс, лети, Джакс, а он не хотел к ним лететь? Тогда тут уже другая история. Почему, мол, Кабачерк не слушает свою команду? Ну, смотрели мы сегодня Лангжу, ребят, с утра корейский ЛЦС. И чувствуете, да, что Лангжу бы сделали с этими двумя командами? Которые не могут определиться, что они вообще делают. Они на одной волне, где находятся даже... Даже два игрока-то не на одной волне находятся. Ну, ладно, у Виталиков Ботлэй на одной волне играет вроде как. Брэшчик там идет, кстати, по Митю, Митю защищает. Кабачерк тоже сюда пришел. Хочет он вроде как повоевать, какие-то камбэки сделать в тимфайтах, но ничего не находят они здесь и отступают. Какой кулдаун-то? Как вы смотрите вообще? У него телепорт все это время был. Иди внимательнее пересмотри, перемотай назад, и ты увидишь. Телепорт у него был еще когда он здесь на боте был. Он среколился на базу, пошел на топы. Потом он нажал уже телепорт, прилетая в тимфайт, и не получился. И теперь у него уже он на кулдауне. У него телепорт за последние 10 минут один раз юзался. Так что Кабачарт его точно был без КД. Ребят, здесь проблема в том, что команда не на одной волне играет. Команда плохо играет просто, вот что я говорю, плохо играет. И это как бы даже все равно уровень хороший для европейцев. И что с ними случилось с европейцами, я реально не понимаю. Так хорошо первый сплит начали, реально так хорошо. На MSI выступали хорошо. А что сейчас творится? Мета не пошла в их дыры. Ну, а. Есть игра, в которую ты бы хотел поиграть. Ну, когда у меня появляется идея в какую-то игру поиграть, я обычно в нее играю. Сейчас у меня есть ограничения финансовые, ну, в таком смысле. И временное. То есть есть игры, в которые я до сих пор бы, конечно, хотел поиграть, но из-за того, что зрители не будут их смотреть, следовательно, я ничего зарабатывать на этом не буду. Вообще ничего не буду зарабатывать. Сейчас я и так мало зарабатываю, но надеюсь, что буду зарабатывать. Ты просто скажи любую. Любую сказать. Сейчас прям так сразу. Ну, смотри, у меня нет PlayStation 4. Нет PlayStation 4. Но я бы хотел в 15-ю финалку поиграть. Но PlayStation 4 у меня нет. Поэтому теоретически не могу. Понимаешь, да? BF1? Что такое BF1? Видимо, в нее я не хочу поиграть. На ПК только говорят. Видимо, ты хочешь мне в Steam игру купить. Или у тебя есть ключ какой-то. Второй Divinity. Теоретически, кстати, если второй Divinity уже вышел, то почему нет? Учитывая, что мы начали серию Divinity, и люди вроде как остаются на стриме. Там 150 человек все равно сидит. Подожди, у нас будет битва? Нет, не будет битва. То если Divinity 2 уже вышел, то да, Divinity 2 хотел бы. Я так и понял, что он хочет подарить мне игру. Просто какие ограничения финансовые и так далее. Если все это, если нет этого всего, то... Ох-ох-ох, сейчас руки потру и все. 8 сентября будет она. А, ну, 8 сентября, тогда второй Divinity пока отменяется, получается. Тогда давай в перерыве. В перерыве я подумаю об этом хорошенько и тебе скажу. Или тебе прямо сейчас надо дать ответ. Если прямо сейчас, то я буду этим... Так оно называется, не либералом, а альтруистом, и скажу, мне ничего не надо. Если сейчас, потому что, ну... Зачем говорить то, во что я, может быть, не буду сейчас играть даже. Так, я знаю, что XCOM выйдет DLC продолжение еще, или это будет просто добавление. Мне бы тоже хотелось поиграть, но я думаю, я сам в нее смогу добраться. Подари мне третьего Ведьмака, пока он думает. У меня, кстати, есть Ведьмак, если что, ребят. Ну, я могу сыграть, у меня у племянника куплен уже Ведьмак. Теоретически я могу сыграть с его аккаунта, никаких проблем в этом нету. Сыграть в Ведьмака. Просто смотри, как у меня на стриме происходит Вентед. Был такой человек, Деспони. Видимо, ему не понравились некоторые мои высказывания по поводу его друзей. Таких, как Гендер и еще там парочку. И он обиделся на меня. Но в свое время он тоже мне купил в Стиме игры. Купил Final Fantasy X, Final Fantasy... Не помню, какая еще была часть. И мы их прошли на стриме. Полностью прошли на стриме. То есть, по сути, я такой запустил режим, что если мне покупают какую-то игру люди и хотят, чтобы я ее прошел на стриме, я ее прохожу в качестве, ну, одобрения того, что люди ее купили действительно. А вот две игры мы им прошли. Ну, в Final Fantasy я и сам проходил до этого, поэтому не было таких проблем. Так что, если, может быть, проще тогда будет. Ты хочешь, чтобы я во что-то поиграл на стриме, и тогда действительно можешь в Стим-аккаунт добавить мне игру. Ну, или в личку мне написать, там, ключик нужно, да. И я обязательно ее пройду после вот Divinity. Там Divinity осталось пару частей всего лишь сыграть, и мы пройдем ее. Другое дело, будем ли еще потом к ней возвращаться, это уже посмотрим. Ну, пройдем ее так точно. А, Last Remnant, я вспомнил. Last Remnant была вторая игра, которую Despony покупал. Despony покупал мне две Final Fantasy, но они одновременно продавались по акции. Если ты покупал там Final Fantasy 9, сразу же вместе с этим шла в пачку и Final Fantasy 10. Или десятка, и сразу же шла и девятка. Я их обе прошел на стриме. И Last Remnant еще он мне отдельно покупал. Мы его тоже прошли. Сейчас скажи, что Турин твой друг. Нет, Турин никогда не был другом. Просто был зрителем. Он, а здесь в рэп пошел. Цепанули Маукай, но Маукай дает ответ на ульту. И Нюкдак не участвует в этом сражении. Он пытается убить Пэркса. Правда, наверное, стоило ему работать немножко по танкам. Джоков все еще жив. Вандер также вытанковывает. Пытается ворваться в Силбека, но Силбек на флэше отходит в сторону. Кабачар, так где же ты? А вот он, Кабачар, пришел. Но поздновато, ребята. Он пытался убить у нас там с другой стороны Пэркса. И Кабачар-то в итоге сейчас могут убить? Нет, нет, нет. Он прожимает свой молоточек и отпрыгивает в сторону. Просто так, ни за что. Просто хорошее настроение, и тебя приятно смотреть. Так ты же, наверное, тоже хотел бы увидеть тогда мое прохождение. Могу сказать, что мне очень нравятся JRPG игры. Мне очень нравятся стратегии пошаговые. То бишь, вот в таком духе, если ты знаешь какую-то хорошую игру, и догадываешься, что я, возможно, в нее не играл, и я во многие игры не играл, можешь ее приобрести мне, и я спокойно ее на стриме поиграю с удовольствием. А, вот, кстати, я знаю игру, которая вроде как платная, и я в нее не играл, но знаю, что вроде бы она пошаговая стратегия, вроде как неплохая этот. Darkness Dungeon, да, она называется, ребят? Сейчас меня поправят. Там, где вы можете сложности тоже выбирать, создаете персонажей своих и так далее. Darkness Dungeon вроде бы она называется. Стратегии агония власти играл? Агония власти? Нет, нет, не играл. Я очень много игр пропустил, ребят. Вид сбоку, которая, да-да-да, вид сбоку, которая. Вроде как она и популярна, и люди наверняка на нее придут. Так что... Так, у нас здесь Нашора начала делать команда G2, и команда Виталити не хотят им отдавать. Нажал телепорт Кабачер, тут не очень удачно. Никуда он не прилетел, но вышку на миде сломать наконец-то Виталити смогут. Как видите, у нас в обе команды решили поиграть немножко от защиты. Правда, сейчас защиты уже не будет у команды G2. Их тавердайвят здесь, но вышку надо бы сначала сломать. Стилбека ловят, дают по нему подкидывание. Стилбек точно здесь погибает. Вышку надо сломать. Корки делает это действие. Да, сделал. Митя дальше с флэшуа, дает замедление по Вандеру. Звен поможет ему, наверное, убить Вандера. Правда, Вандер пока еще жив. Нет, он погибает, и команда Виталити выкидывает в некотором роде свою игру. Стилбек умер там, где не должен был умирать, скажем прямо. Стилбек потащился дальше, и Нашора начала делать команда Виталити. Джока хочет поиграть в эту смайт-войну. Пока его туда тупо не пускают. Замедляют, подкидывают. Нет у него ульты. На свой W он отходит в сторону, но Экспект сюда перепрыгивает. Кабачар рядом, но прыгнуть ни в кого не сможет. Простанивает он Экспект и прыгает уже на нюкдака. Ну да, все, это развал, ребят. На красной стороне тупо команда Виталити не умеет играть. Давайте, давайте скажем прямо, они не умеют играть на красной стороне. Им нужно тренироваться, тренироваться, тренироваться на этой красной стороне. Они не понимают, как работает красная сторона, видимо. Они зачем-то сделали сейчас Tower Dive, вместо того, чтобы просто сломать эту вышку на миде. Jaxx у нас перестал сплитпушить в какой-то момент. А первый его сплитпуш закончился, вы видели, чем? Ну, тут не получится забрать Нашора, понятное дело, никак. Так, джедвашники его заберут, и теперь у них преимущество 6000. И, скорее всего, скорее всего, ребята, они продавят с этим Нашором команду Виталити. Ну, откуда они идут? Ну, откуда? Ну, забейте на это все. А в итоге, видите, Стилбека ловят сначала Варус ультой, потом Сиджуани ловят его ультой. И Стилбек погибает без Стилбека. У них нет кайта, у них нет урона, и они вынуждены просто убегать. А убегать, как я уже сказал, кайта-то нет, ничего у них не получается. Все сейчас на какой стороне, на синей или... А там, я так и не понял эти правила, если честно. Одно время были правила, проигравший выбирает сторону. Потом были правила, выигравший выбирает сторону для проигравших, на какой они будут играть. Ну, соответственно, выигравший выбирает сторону, на какой он будет играть. Потом Риуты сказали, вроде как, что... Это было вроде в прошлом сплите. Они заранее определяют все три карты, кто на какой стороне будет играть То есть судьи призывают двух тренеров И тренеры, не зная, как будет играться серия Заранее спрашивают, типа первую карту вы камень, ножницы, бумага решаете А дальше он ловит у нас каркача и ваншотывает его Вместе с этим погибает еще и стилбэк, но все понятно Ну тут у нас зомби-апокалипсис идет Аккуратней! Нет! Все же он задел игроков команды G2, но что-то как-то нет больше никого из них Ну так вот, поэтому я не знаю, какая будет сторона В Америке все просто, в Корее тоже все просто В Америке проигравший выбирает сторону до сих пор И соответственно, когда вы проигрываете вторую карту Вы можете себе выбрать лучшую сторону для себя В Корее просто то, что играется Я на красной стороне, ты на синий Следующий матч, я на синей стороне, ты на красный И третий матч просто по очереди меняется сторонами Третий матч, соответственно, получается Я был на красном начале Первую игру, значит, я буду на красной и третью игру Ну что ж, счет 1-1 Идем, ребят, на перерыв И ждем следующую встречу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok